Древнегреческий ученый Пифагор Действительно, числа не только что-то измеряют, сравнивают, вычисляют, но даже рисуют, проектируют, сочиняют. Если вы будете внимательны на уроке, то очень быстро поймете, как это происходит. Начнем урок математическим диктантом. Число 253 увеличить в 10 раз. 2530. Число 1000 уменьшить в 2 раза. 500. Число 40 увеличить в 5 раз. 200. Молодцы! Посмотрите внимательно на числа. Как вы думаете, какие из этих чисел делятся на 10? Правильно! Можете ли вы, не выполняя действия деления, доказать это? Тема нашего урока «Признаки делимости на 2, 5, 10». Вы научитесь классифицировать натуральные числа на основе признаков делимости на 2, 5, 10. Давайте вместе сформулируем признак делимости. На 10 делятся числа, которые заканчиваются на 0, на 5 делятся числа, которые заканчиваются на 0, 2, 4, 6, 8. Вычислим с проверкой. Число 124 321 разделить на 2. Вы обратили внимание, что число заканчивается на 1. Значит, этот пример у нас получится с остатком. Давайте проверим. Найдем неполное делимое. Определим, сколько цифр будет в значении частного. Правильно! 5 цифр. Неполное делимое – это число 12. 12 разделить на 2 – получится 6. Запишем 6 на место десятков тысяч в частном. 6 умножить на 2 – получится 12. Записываем 12 под неполным делимым. 12 вычесть из 12 будет 0. Образуем следующее неполное делимое. 4 единицы тысячи разделить на 2 – получится 2. Запишем в частное на место единиц тысяч. 2 умножить на 2 – получится 4. 4 записываем под неполным делимым. 4 вычитаем из 4 будет 0. Образуем следующее неполное делимое. 3 сотни разделить на 2. Берем по одному, так как в тройке содержится одна двойка. Записываем 1 в частном на месте сотен. 1 умножить на 2 – будет 2. 2 записываем под неполным делимым. Из 3 вычесть 2 будет 1. Это остаток, который остался от деления 3 на 2. Теперь сносим следующую цифру из делимого 2. Эта цифра с предыдущим остатком образует число 12. Его делим на 2. Получим 6. Столько десятков будет в частном. 6 умножить на 2 – получится 12. Из неполного делимого вычтем 12. Получится 0. 1 единица – это последняя цифра, которую мы снесли и которую надо разделить на 2. Но 1 меньше 2. Поэтому 1 разделить на 2 – получится 0. 0 единиц будет в частном. 1 единица – это остаток от деления 124 321 на 2. Таким образом, пример завершен. Получится 62160, остаток 1. Выполним проверку. 62160 умножить на 2. 62160 умножить на 2. И прибавить 1. Выполните деление самостоятельно. Число 3002 разделить на 2. Число 820365 разделить на 5. Число 54270 разделить на 10. Давайте проверим. Посмотрите внимательно на таблицу. Найдите в таблице числа, которые делятся на 2 и на 5. Нарисуйте круги Эйлера и внесите в них несколько чисел из таблицы. Проверяем, что получилось. Я выбрала числа, которые делятся на 2. Это 12, 64, 112, 124. Числа, которые делятся на 5. Это 25, 55, 1815, 95. Числа, которые делятся на 2 и 5. Это 40, 60, 30. Молодцы, ребята! Я даже не сомневалась, что вы все справились с этим заданием. Я уверена, ваши родные радуются вашим успехам вместе с вами. А теперь приступим к решению логических задач про семью. Внимательно рассмотрите рисунок. Кто изображен на картинке? Сколько членов семьи? Правильно, 6. Бабушка, дедушка, мама, папа, дочка, сынок. Когда маме было 27 лет, Арине было 6 лет. Сейчас Арине 13 лет. Сколько лет маме? Правильно, маме Арины 34 года. Попробуйте решить следующую логическую задачу. Сашиной младшей сестре 6 лет. Он ее старше в 2 раза. Брат старше младшей сестренки на 5 лет. Папе 36 лет. Общий возраст семьи 97 лет. Определи возраст Сашиной мамы. Решение. 6 умножить на 2 получится 12. Это возраст Саши. К 6 прибавить 5 получится 11 лет брату. К 6 прибавить 11, прибавить 12, прибавить 36. Получится 65 лет детям и папе вместе. Из 97 вычесть 65 получится 32 года Сашиной маме. Ответ. Сашиной маме 32 года. Оцените свою работу на уроке по предложенным параметрам. Участвовал в открытии нового. Справился с затруднением. Все получилось. Надо тренироваться. Наш урок подошел к концу. До скорой встречи на уроке математики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...